Продолжение следует... Продолжение следует... Да, у нас праздники, спасибо, и вас праздниками вопросов будет у меня много, потому что я сейчас закадровая выдам информацию, мы с вами три месяца переносили эту программу с января. Да, по моей вине, прежде всего. Поэтому давайте будем объединять. Как закончился 2022 год и какие успехи есть в 2023 году? Ну, если очень коротко, отлично и поумереннее. Ну, замечательно. О чем же нам еще разговаривать, когда у нас все отлично? 22-й прошел практически на отлично, в том смысле, что это был совершенно неожиданный операционный успех и он был совершенно запланированный. То есть, если посмотреть на планы, что мы себе думали сделать, то есть практически то, что я говорил перед конкурсной комиссией, когда я только собирался стать железнодорожником, и то, что нам удалось сделать за 2022 год, очень многое сошлось. Конечно, 22-й год нельзя обойти без того, чтобы понять, что рядом идет война, и война многое поменяла, но мы эти трудные обстоятельства смогли адаптироваться, использовать в свою пользу, особенно в отношениях с международными партнерами, с Брюсселем, с международными банками. С другой стороны, начало нынешнего года – это очень сложный период, тоже связанный с войной, но связанный и с общей экономической ситуацией. Ну, и в целом, первый квартал, он тяжелый для всех, и железная дорога не исключение никак. Так, именно поэтому отлично в прошлом году, и так себе в начале нынешнего, но и первый квартал прошлого года тоже был не самый приятный. То есть это тот случай, когда война сыграла в пользу Молдавской железной дороги, мне было бы счастье да несчастье помогло? Ну, я не люблю такими терминами говорить, хотя, в принципе, я человек сугубо и глубоко циничный. Да, это мы помним уже эту фразу. Но война поспособствовала тому, что Молдова побыстрее получила кандидатство в члены ЕС. Будучи кандидатом в члены ЕС, это означает, что наша транспортная инфраструктура становится частью транспортной инфраструктуры ЕС. И сейчас мы уже частью европейских магистральных коридоров так называемой TNT, Trans-European Network Transportation. И это означает, что привлечь инвестиции в железнодорожную инфраструктуру, в том числе в железнодорожную инфраструктуру модернизированную, европейского типа, станет на порядок проще. То есть сейчас разговоры будут больше о «когда начнем», а не о «надо ли или не надо». Может, чуть позже мы сегодня поговорим. Обязательно, у меня будут вопросы, которые вы не любите. Я точно знаю, вы их не любите, но я их буду задавать. Но переход на европейскую колею – это то, чем мы начнем заниматься в среднем сроке. Где-то реальные работы пойдут через 8-10 лет. В то же самое время военные действия говорят о том, что железная дорога становится важным игроком в региональной логистике. То есть если бы не железные дороги, наверное, снабжение Украины было бы гораздо более тяжелым. И в данном контексте то, что мы смогли немного укрепиться в 21-м, во втором полугодии, позволило нам совсем по-другому отреагировать на начало военных действий. То есть мы немного обзавелись материалом для поддержания путей, в частности шпалами. Мы имели нормальные отношения с поставщиками топлива. То есть мы смогли обеспечить повышенный спрос тягой и движением. Так что вот в целом… В целом я посмотрела цифры, цифры действительно были довольно… И графики показывали, как в январе, когда вы показывали презентацию, довольно впечатляющие. Еще был один успех, сейчас мы вернемся к перевозкам, но один главный, наверное, успех 22-го года с точки зрения человеческой, да, это когда полностью рассчитались по всем задолженностям для работников железной дороги, удалось сохранить коллектив и даже увеличили им заработную плату. То есть то, что когда вас назначили и вы сказали, что это сделаете, для большинства звучало как-то очередные предвыборные обещания. Скажем очень прямо, действительно было понятно, что деваться-то некуда. По-любому надо выплачивать зарплату, по-любому надо ее увеличивать. Очень часто ты понимаешь, что вот ты в этом коридоре, ты в этой колее, ты не можешь двинуться ни в одну сторону, ни в другую. Другой вопрос, что надо будет выбрать подходящие инструменты, чтобы добиться своего. Вот в прошлом году подходящие инструменты нам оказались под рукой, мы и воспользовались. Но в любом случае положение железной дороги остается тяжелым, и каждый месяц это особое испытание, и нынешний месяц ничем не отличается. То есть, каждые 30 дней даются очень тяжело с точки зрения удовлетворения насущных необходимостей корпоративных оплаты. Труд, да? Как зарплата, так и основные поставщики, прежде всего топлива, мы это обязаны делать в срок. А в чем сложность, если у вас есть прибыль? Всплыли старые задолженности? Ну, мы продолжаем оперировать с отрицательным рабочим капиталом. То есть, в любом случае, у нас есть бремя старых долгов, сейчас полегче, но все равно оно есть. Это долги в том числе перед государством? Прежде всего перед, ну не перед государством, а точнее говоря, это те долги, которые государство за нас заплатило перед банками, прежде всего за новые локомотивы. Потому что сказать, что перед государством, это неправильно. На самом деле, это наши долги перед финансовыми организациями за новые локомотивы. Конечно, за них должна расплачиваться железная дорога. К сожалению, некоторое время даже железная дорога не расплачивалась. Первый раз мы это сделали только в прошлом году. Ну вот, поэтому и накопились долги. Надеюсь, как-нибудь справимся в этом году с ними. Как-нибудь это означает через продажу неоперационных активов. Почему как-нибудь? Потому что... Вот это как раз, да, вы снимаете мой вопрос. Потому что если не продан, если актив еще не продан, это еще не основной факт, не твердый факт. Директор, я вас сейчас перебью. Задам вопрос немножко по-другому. Я даже посмотрела, я вбила в новости, какие же заголовки к этому все поставили. Перед этим я сначала скажу, что зарплата была поднята на 89% для работников. Да, средний на 89%. То есть, на мой взгляд, это действительно результат. А теперь вернемся к тому, о чем вы говорили по поводу продажи. В СМИ заголовки звучат так. Плачевное состояние железной дороги Молдовы. Зачем хотят распродать локомотивы? Ну, локомотивы к тому, что мы собираемся продавать, это как-то немного притянуто за уши. Локомотивами они были в прошлом столетии. Нынче, ну, транспортное средство, которое не эксплуатировано с 99-го года, и возраст которому 50 лет, естественно, это не локомотив. Для того, чтобы стать локомотивом, ему не хватает от 2 до 3 миллионов долларов. И это не очень отличается от приобретения нового. Поэтому тем, кто кажется, что это локомотивы, я их очень сильно прошу, приходите на аукцион, затаривайтесь по полной, и будет вам счастье. Да, так точно. То есть на данный момент, по сути, вы продаете их как налом? Мы продаем их, тем не менее, как локомотивы для того, чтобы те, кто видит потенциал в этих машинах, могли вложить, рискнуть, отреставрировать и использовать прежде всего на частной инфраструктуре. Потому что для магистральных путей, я не думаю, что они когда-нибудь смогут появиться. Будь то в Молдове, Украине, Казахстане, России или где бы то ни было. Но для частной инфраструктуры, а есть в том числе на Украине заводы, у которых своя частная сеть, это 600 километров, это половина молдавской сети. Для частных инфраструктур такие локомотивы вполне могут подойти. После некоторых ремонтных работ. Вот поэтому мы и продаем их как локомотивы, потому что это поможет нам выручить больше денег. А наша цель выручить больше денег. Тентер на продажу выставлено 4 легковых автомобиля, 51 пассажирский вагон, 92 тепловоза модели Т-10М, ЧМЭ-3, А-62, 3 тепловоза модели ЧМЭ-3, 1 тепловоза и так далее. А автомобили зачем, не нужны? Или они тоже старые? Ну, у нас куча старых автомобилей, еще большая куча очень старых автомобилей. И, наконец, 51 пассажирский вагон. Нам вагоны не нужны? Или эти тоже, потому что старые? Это тоже очень старые вагоны, и будет еще много старых вагонов. Ну, такова жизнь. А когда мы узнаем, почем вы продаете? Когда продадите? Ну, есть стартовая цена. Нет, есть оценочная цена. Стартовую цену определит комиссия по продаже, но отталкиваясь от оценочной цены. Насколько я знаю, это опубликовано. То есть, с этим можно ознакомиться на нашем сайте. Я не дам технических подробностей, просто потому что я ими сейчас не владею. А я вот с сайта и взяла это, но там нет этих цен. Я взяла информацию о том, что продается. Наверное, надо перейти по ссылке для регистрации. Я регистрироваться не буду, так что у меня не буду покупать тепловоз. Наверное, но наверняка там же есть и контакты ответственных коллег. То есть, насколько я понимаю, после того, как тендер состоится, в любом случае, все вырученные суммы будут официально озвучены, и это будет открытая информация? Да, нам нет никакого смысла скрывать. И в целом весь тендер, как по реализации неоперационных активов, как по сдаче в найм недвижимости. У нас абсолютная прозрачность, нет никакого интереса скрывать какие-то цифры. Это не составляет тайны. Господин директор, я еще раз вернусь к тому заголовку. Плачевное состояние железной дороги зачем хотят распродать локомотивы? Вы продаете то, что нашей молдавской железной дороге не нужно, потому что уже отслужило свой век, и вы хотите модернизировать? Или все-таки финансовые проблемы вынуждают продавать? Повторюсь. Раз этот подвижной состав не был использован с прошлого века, и заметьте, я появился на железной дороге только в июне 21-го года, это означает, что это не было востребованным. Сроки капитальных ремонтов там давным-давно пройдены, тоже практически с прошлого века, потому что годные локомотивы никто бы не отправлял в резерв, в так называемые резервы. Если бы они продолжали оставаться годными, их бы давно вытащили оттуда и привели в порядок. Это давно изжившие свой век средства. А второй момент, что железная дорога находится в тяжелом финансовом состоянии, да, таки верно, просто это надо было продавать еще лет 10-15 назад. Выше цена была бы? Ну, наверное, 15, это 2008, да, 2009, во время первого финансового кризиса. Я не удивлюсь, если тогда тоже что-то продавали, просто у нас скорее нет, чем да. В нашем государстве очень тяжело делать, принимать правильные решения и притворять их вовремя. Вот всякие гадости у нас притворяются моментально. Ну, например, сдать аэропорт в концессию, приватизировать какую-то жирную компанию, отдать какую-нибудь жирную недвижимость. Это вот так быстро. Или не продать одну компанию вовремя, а сейчас 10 лет выставлять ее на продажу, а она уже никому не интересна. Тоже, 100%. Мой опыт позволяет, вот могу вспомнить, например, Бельское вертолетное авиапредприятие, которое называлось Молд Аэросервис. Там было дюжину вертолетов Ми-2, которые, ну, точно было понятно, что авиакомпании, что вертолетная компания ими пользоваться не будет. Если бы их продали в начале 2000-х, за них выручили бы большие деньги. На данный момент я до сих пор не знаю, продано или нет, но это просто рухлядь-рухлядью, даже на металлолом вряд ли годится. Просто проржавело под чистым воздухом. У нас и миги проржавели, судя по тем фото, которые мы видели. За миги не берусь сказать, это все-таки не исключаю, что... Давайте возвращаться к железной дороге, мы и открываем небольшой такой анонс, что к концу программы мы к небу все-таки вернемся. Но пока возвращаемся на рельсы. Но вы же не только продаете, вы же и покупаете. Насколько я понимаю, железная дорога заказала новые вагоны под зерно. Мы работаем еще над этим. Сказать точно, что заказала, нет, еще не время объявлять ничего. Но 12 новых локомотивов у нас есть с 2020 года обсуждаются новые маневровые локомотивы, обсуждаются новые вагоны. Сказать, когда это будет, сейчас сложно сказать, в том числе из-за того, что рядом идет война. Но могу сказать, что сейчас нам будет проще разговаривать за вагоны. Почему? Во-первых, мы доказали немного свою жизнеспособность, как предприятие, как сектор. Во-вторых, прибыль, полученная в прошлом финансовом году, делает нас гораздо более привлекательным, как для кредиторов, так и для возможных лизингодателей. Поэтому ведем разговоры, к чему придем. Когда будет что-то нас сообщить, мы обязательно сообщим. Хорошо. У вас на сайте есть информация о вкладе железной дороги во время энергетического кризиса в стране. Спекуляции были о том, что у нас не хватало мазута для своего отопительного сезона, а мы почему-то пропускали большую часть этих цистерн-вагонов на территорию Украины, а до Кишинева не довозили. Спекулировали разные. И гражданские различные активисты, и какие-то политики. На самом деле, что происходило? К сожалению, сейчас я гораздо меньше имею времени на ознакомиться спекуляциями. Это ваше счастье? Не знаю. В целом я в любом случае нахожу свое счастье. Я вообще счастливый человек. Но если мы вернемся к вопросу за мазут. Это классический пример, когда тяжелые обстоятельства заставляют людей быть собранными и находить способы выхода из положения, именно так получилось и у нас в государстве, когда наступила осень прошлого года, когда появилась реальная угроза остаться и без газа, и без электричества в отопительный сезон, поставлена была задача полностью перевести отопление Кишинева на мазут. По большому счету это означало, что в самый критический момент, если он мог бы наступить, термоэлектрика должна была потреблять порядка 40 тысяч тонн в месяц. И задача нам была поставлена выйти на такие уровни поставки. К сожалению, наши технические способности на начало октября, на октябрь месяц прошлого года были не 40 тысяч, а еле-еле мы вытягивали 8-9 тысяч тонн. Так вот, своими собственными силами мы нашли подвижной состав, укомплектовали тележками, привели в порядок, и к первым месяцам этого года мы вышли уже практически на номинальный объем в 40 тысяч тонн. И это настолько круто, что было сделано подручными средствами, доблестными коллегами-железнодорожниками, поверьте, в этом мало моего личного участия. Кроме того, мы обеспечили совершенно, как бы ее назвать, совершенно невообразимую логистику, когда мы грузили мазут прямо прямиком из баржи, то есть прибывающая баржа мы обеспечили так, чтобы составы цистерн уже ожидали баржи. Нет, это было в Галации и Врене, но сама логистика just in time под мазут, она практически была невообразима для железных дорог, потому что такое несуществует. У нас просто, я думаю, немногие знают, что у мазута вообще есть своя специфика и погрузки, и разгрузки. Да, это вязкий материал, он любит быть горячим, его надо подогревать. Он не любит охлаждение, потому что тогда его невозможно перелить, а зимой обычно холодно. Да, да, да. То есть он очень, это сложности. Да, поэтому огромное спасибо и нашим смежникам из термоэлектрики, которые обеспечивали четкую разгрузку, потому что надо было координировать, чтобы составы, которых у нас было мало, надо было, чтобы эти составы не теряли ни единого дня, потому что чем быстрее они крутятся, тем больше мазуту они привезут. Поэтому логистическая схема, по которой мы отработали вместе с поставщиками мазута, вместе с портами и вместе с термоэлектрикой, это просто красота, поэзия. И огромное спасибо тем, кто эту поэзию притворил в жизни. Даром, что она не сильно была видна простому народу. Еще один план спрошу. Цифра озвучена была вами в январе. 40% железнодорожной сети Молдовы находится в аварийном состоянии и имеет ограничения по скорости или весу. Какими способами и в каких временных рамках железная дорога планирует привести в порядок эти железнодорожные сети? Это хороший вопрос, потому что одно дело было то, что мы запланировали в 2021 году, то, что мы себе видели в довоенный период, и совсем другое, что происходит сейчас. То есть, во-первых, на юге это тот проект, который притворяет жизни казахстанский подрядчик под деньги европейских банков развития. А с другой стороны, на севере мы полагали делать такой же проект, но, естественно, если началась война, то никаких таких вложений речи быть не может, потому что просто вряд ли можно найти международных подрядчиков, готовых взяться за такую работу. В итоге мы предложили альтернативный вариант, предложили Еврокомиссии, Банком по развитию и другим партнерам. Логика этого варианта состоит в том, что на международные заемные средства, которые обходятся недорого, мы приобретем материалы, а работу сделаем совместно с коллегами из Укрзавызныцы, по примеру, как мы восстановили переходы Басарабяска Березино-Арциз. И тогда за полтора года, ну, к концу следующего планируется, мы получим целый коридор с севера страны до самой Басарабяски без скоростных ограничений. Сейчас мы усиленно над этим работаем. Частично удалось удалось выбить, не выбить, убедить европейских партнеров предоставить гранты. Если все пойдет по плану, то мы получим проект порядка 140 миллионов в один момент. Сейчас я уточню по себе. Из проектов 140 миллионов примерно 30 миллионов будут гранты. и это будет очень очень хорошо, потому что редко такая большая грантовая составляющая. Это в 2024 году? Или в каком году? Когда по срокам планируются эти работы выполнить? Мы хотим взяться за них уже начать в этом году. Но для того, чтобы начать, нам нужно еще очень большую работу провести. Я пока не буду распространяться сильно много, потому что мы ожидаем некоторых обязательных решений со стороны молдавского правительства, со стороны французского правительства, со стороны Еврокомиссии. Поэтому это все случится в ближайшие недели, поэтому я не хочу предвосхищать события. Это будет неправильно. Лучше говорить о свершившихся фактах. Скажите, правильно ли я понимаю, что в том числе и состояние железных дорог, самой дороги именно, является одним из тех оснований, почему поезда по территории Молдовы ходят так медленно? Прежде всего, просто если есть ограничения по скорости, они обязаны именно так и ходить. С другой стороны, я проехал с севера до самой Басарабянски совместно с руководством Окрозавозницы, было в августе прошлого года, и больше чем 75 км в час мы не ехали, хотя, в общем-то, мы ехали специальной матрисой и ехали с целью побыстрее добраться. Это просто медленно. Я так просто думаю, что если бы поезда по стране ходили несколько быстрее, то пассажирские поезда были бы более востребованы. Это же безопаснее на поезде доехать, чем аварий-то у нас на автодорогах больше. Аварий больше. Я не думаю, что сильно много аварий с автобусами на внутреннем транспорте. В целом, почему пассажирское сообщение по стране не очень развито, тут много причин, и скорость это только одна из них. я не уверен, что у нас самое главное, потому что в любом случае пассажирское сообщение до Бельц ты его вряд ли сделаешь конкурентным по сравнению с автотранспортом в ближайшее время, просто потому, что поезд до Бельц ходит через Унгены, и это получается гораздо большее расстояние, чем прямое автосообщение. Так получается по географии. Конечно, если в будущем будет высокоскоростная сеть, то можно до Бельц быстрее доехать, но на данный момент конкурировать с автобусом по направлению к Бельцам это тяжело. А в том, что касается Окница, ну, сейчас поезд бы добирался, наверное, часов 10, в лучшем случае, принимая во внимание некоторые остановки, но сделаешь ты его за 7 часов, я не думаю, что сильно изменит общий план. В любом случае, такие длинные плечи больше говорят о целесообразности ночного сообщения, а если ночное сообщение, то 7 часов или 10, ну, так себе разница. То есть, это означает, что при ночном поезде самое важное это время прибытия. Если время прибытия 7 утра, то когда поезд отправляется, отправляется ли он в полночь, или отправляется он в 22.00, особой разницы для клиента нет, не думаем. Вот для сообщения с бельцами, да, совсем другое дело, для сообщения с ясами, конечно, совсем другое дело, но опять-таки работать будем, прежде всего речь идет об этом симпатичном проекте с участием европейских банков и французского правительства Укрзалозницы. Если нам удастся это претворить, то скорость намного возрастет процентов на 40, точно. Как раз при подготовке программы мне сказали люди, которые недавно ездили поездом Кишинев-Ясы, что по Молдове они проехали быстрее, чем от границы с Румынией до Ясы, что там было еще медленнее, что мне показалось вообще странно. Есть такое, но давайте понимать, что речь идет об участке с широкой колеей от границы до Яс, и именно принимая во внимание, что там широкая колея, ну, пока место это не самая важная часть румынской сети железных дорог. для модернизации. Да, да, да. Конечно, пока у нас не появится приличная европейская колея, до Яс, будем пользоваться этой, конечно, надо привести в порядок и румынский участок. Будем совместно с румынскими партнерами это доводить до ума, но вот как есть. К лету наши пассажиры чем обрадуете? Что-то добавим дополнительно или только то, что есть Кишинев-Ясы, Кишинев-Бухарест, Кишинев-Киев? Ну, в принципе, у нас уже есть два маршрута ежедневных на Яссы, ежедневный Бухарест. Киев, если не ошибаюсь, четыре раза в неделю обсуждаем сделать его ежедневным. Ну, и многое зависит от того, что будет с войной. Одесса сейчас невозможно, пока идет война, просто физически нельзя добраться, потому что добираться можно либо через Приднестровье, что невообразимо, а если ехать через Басарабяску, то придется восстанавливать мост через Лиман, который нынче официально поврежден. Не годится для пассажирского сообщения, ну и кроме того, нужно наладить полк пропуска в Басарабяске под пассажирское сообщение. Я полагаю, что этим летом вряд ли будет сообщение с Одессой, ну, за исключением, если произойдет вдруг какое-нибудь чудо и война кончится раньше. Это, к сожалению, не входит в наши компетенции, как железнодорожная администрация. А в целом мы собираемся не сбавлять оборотов по пассажирскому, по пассажирским перевозкам. На Молдавско-Украинской границе заработал первый совместный пункт пропуска для железнодорожного сообщения. Об этом сообщила Государственная таможенная служба Украины, отметив, что первые контрольно-пропускные процедуры были осуществлены 4 апреля в пункте пропуска Серпенева-1 Басарабяска. Да, это тот проект, который мы сдали прошлым летом, но заняло немного времени процедуры по открытию контрольно-пропускного пункта. Это не в нашем непосредственном ведении, но, слава Богу, все заработало и надеемся, что через этот переход будет немало грузовой работы. Безопасность в том числе у нас в городе безопасность для пешеходов высокая. Железнодороги, насколько я понимаю, безопасность не только как передвигаются, с какой скоростью едут поезда, и когда диспетчеры их разводят по разным веткам, но это в том числе связано с пересечением автодорожных дорог и работой этих переездов. То есть я помню, что когда-то в 2013 или 2014 году закупалось специальное оборудование, программы для автоматизации, установки шлагбаумов, чтобы все работало красиво и цивилизованно, потом возникли вопросы с тем, что как-то программа не пошла, и оно, в общем-то, проект не запустился, а деньги вроде как были потрачены на установку того, что нужно. Что сейчас в этой области у нас происходит, и пытаемся ли мы все-таки продолжить модернизировать хотя бы вот этот вопрос, потому что я была свидетелем, выезжая по республике, как звук семафора не очень останавливал некоторых водителей, которые, не видя лично, что приближается поезд, пытались все равно проскочить. Ну, против злого умысла или против очень спешащих водителей, шлагбаум тоже не помощник. Не, ну, почему, если он опустится, они вряд ли будут его брать на абордаж. Можно его объехать, придумают какие-то способы, как себе навредить. Я категорически не советую пренебрегать сигналами как железнодорожных светофоров, так и шлагбаумов. Опыт Анны Каренины показывает, не надо пренебрегать железнодорожной сигнализацией. С одной стороны, если отойти от юмора и совершенно серьезно о том, что произошло с тем оборудованием, что было заказано в Словакии от словацкого поставщика, в принципе основной платеж был сделан еще давно, то ли в 15-м, то ли в 16-м году. Надо было заплатить оставшуюся часть, к сожалению, средств под это не было, потому что на первый платеж были выделены средства из Дорожного фонда. Соответственно, сейчас мы достигли договоренности с поставщиком о том, что он готов поставить нам не 20, а только 6 переходов, за которые заплачено, было заплачено за 6 переездов, а всего мы обязались приобрести 20 в далеком 15-м или 16-м году. Поскольку для того, чтобы приобрести 20, надо добавить пропорционально, а денег таких нет. С перерасчетом на нынешний курс? Ну, а денег таких нет и не предвидится. Было достигнуто согласие с поставщиком, он готов поставить это в таком виде, в котором есть 6 переездов, но надо будет добавить денег на логистику и на импорт этого добра в Молдову, отрабатываем вопрос с министерством и надеюсь, что придем к какому-то логическому завершению и надеюсь, что эти переезды в каком-то обозримом будущем порадуют наших соотечественников. 6 конечно это закроет не все участки, но я так понимаю, что установлены будут в наиболее опасных, где наибольшее количество было. Насколько я знаю, да, тогда было выявлено 20 наиболее востребованных переездов, были проведены какие-то работы, я не могу сейчас похвастать глубокими познаниями в том, что там было сделано, но в целом конечно мы это выставим там, где больше необходимости есть. Вам и нет необходимости знать наизусть прямо все работы, которые производятся на железной дороге, я не верю в существование людей с такими энциклогеническими знаниями, памятью абсолютно, поэтому для этого наверное есть специалисты на каждом предприятии. Возможно они и есть, я имею ввиду, возможно есть люди, которые знают все, что у них творится, но к сожалению ваш покорный слуга к ним не относится, я привык концентрироваться исключительно на своих ключевых моментах, где я могу пригодиться своими компетенциями. И это точно не установка железнодорожных переездов, но определение тех мест и решение вопросов финансирования их доставки это конечно один из моих приоритетов в том числе. Какие еще у вас есть сейчас ближайшие планы, которые могут на ваш взгляд повлиять на развитие железнодорожных по большому счету мы развиваемся по тому плану, который мы разработали в 21 году. То есть то, что мы с вами здесь подробно обсуждали по тому плану все идет. Да, потому что как бы ни менялись обстоятельства вокруг железной дороги, наши насущные потребности являются более-менее постоянными. То есть речь идет о том, что мы должны повернуться лицом к рынку, что мы и делаем, мы должны модернизировать свою организацию, чем мы занимаемся с различными проектами взаимодействия с международными партнерами и с USAID и с французским агентством по развитию и с Всемирным банком и с EBRD. А с другой стороны мы должны сосредоточиться на трех основных ресурсах кадры, подвижной состав и инфраструктура. Поэтому наши усилия это прежде всего капитальные проекты в инфраструктуре, приобретение нового подвижного состава, ну и усиление кадрового потенциала прежде всего путем улучшения условий оплаты труда, но и улучшения самих условий труда. Поэтому вот линия, по которой мы идем, она не может меняться, она элементарна. предприятие предприятие будет делиться на отдельные? Мы сейчас делимся с госбюджетом налоговыми поступлениями, люди не жадные. Я имею в виду, предприятие будет разделяться на два? Под это есть железнодорожный кодекс, под это есть концепция реформы железнодорожного сектора. Скажем прямо, эта компетенция не наша, это компетенция руководства государства, ну, прежде всего, правительства и парламента. Важно для нас, и у нас, наверное, очень хорошее взаимопонимание с правительством, чтобы процесс реформы шел на благо отрасли, а не делался ради реформы. В этом у нас полное взаимопонимание и с министерством, и, надеюсь, будет и с правительством. Как приятно слышать, что хоть где-то делаются не ради реформы, а ради улучшения процесса, потому что вот некоторые реформы, как посмотришь, как они делаются, так вздрогнешь. Из того, что я уверена, вам не понравится, но я спрошу про случай, произошедший в ночь с 3 на 4 ноября 2022 года. Вы заявили о том, что лишили свободы двух окранников, вошли на предприятие, оказалось, что это местный замдиректора по безопасности, если я правильно понимаю, и так далее. Что вообще происходило? Что это было? Помните, есть такой подкаст на BBC, что это было? Что мы должны были всей этой ситуации понять? Потом появлялись какие-то дополнения, изменения, ситуации вроде как свои, а зачем, что искали, поставить прослушку, непрослушку, что вообще происходит? Кому-то мешает директор электрофилат? Ну, возможно, кому-то мешает, я не знаю, то есть прямых претензий я не слышал, поэтому не знаю, но не исключаю, что кому-то, может быть, я и не особо мил, не знаю, но это нормально, все-таки, все-таки, я не купюра в 100 долларов, которая нравится всем, так бывает. Если опять-таки отойти от юмора, у нас еще нету ясности полной, почему все это происходило, я предпочел бы не особо распространяться непосредственно про этот случай, я предпочел бы абстрагироваться от этого и посмотреть, как граждане на то, чем занимаются наши так называемые органы охраны правопорядка, и я хочу, чтобы... Но вы ответа еще не имеете как руководитель предприятия? Ну, то, что есть уголовное, что было заведено уголовное дело по некоторым фактам закупок, что были обвинения в коррупции некоторых ответственных лиц железной дороги, это было в... Это было в комьюнике следственных органов. На данный момент точно никто не состоит, никому не предъявлено обвинение. На данный момент, я так понимаю, что этого обвинения предъявлено не будет. На данный момент никаких объяснений от следственного органа, какого лешего они к нам появлялись, тоже нету. Да еще и в неурочное время. Не, ну, то, что в неурочное время, это мы понимаем, но просто после этого в январе были еще некоторые обыски. Да, захаживали. По следствию того же, да. Мое мнение, как, не только, как руководителя не самого последнего предприятия, но как ответственного гражданина, в том, что следственные органы, органы охраны правопорядка, судебная система, это не что-то закрытое в себе, это органы, которые должны служить обществу и интересам общества. Если следственные органы обратили внимание на какое-нибудь важное, стратегически важное предприятие, это должно быть сделано так, чтобы не повредить общественным интересам. Если они пришли с той легендой, с которой пришли к нам, и просто посмеялся им тогда, сказал, если бы вы со мной пообщались, я бы вам объяснил, что это негодно даже для несчастного внутреннего расследования. Возможно, они выявили какие-то другие факты, о которых нам сообщат, я нахожусь в ожидании и неведении, поэтому не хочу это сильно смещать в нашу сторону. Но в целом надо понимать, что стратегические предприятия, будь то транспортные операторы, будь то энергетические операторы, будь то коммерческие банки, будь то авиакомпании, к ним надо относиться очень бережно, потому что наезд следственных органов сильно вредит репутации, а репутационный вред сразу отражается на доходах таких предприятий и на инвестиционных проектах, потому что сразу же буквально через несколько дней мне начали звонить из Брюсселя, из Варшавы, из Токио, наши будущие партнеры по инвестиционным проектам, интересуются, что у вас происходит и насколько безопасно и так далее. Поэтому в принципе приходить с обысками там, где тебе могут и так все показать и все дать, я полагаю, что это совершенно неразумно, а с другой стороны, мне совершенно непонятно, почему следственные органы не очень-то продвигаются в других делах, которые для нас не менее важны. Ну вот господина Топалы опять продлили ему арест, опять они там что-то одного, я так понимаю, что железная дорога подводилась к тому состоянию, в которое вы ее приняли на протяжении как минимум 20 лет, а мучает одного господина Топалу почему-то все это время. Я бы опять-таки предпочел не распространяться сильно о прошлом, потому что вот есть органы, пусть они работают, чем надо, мы им поможем, но мне обсуждать работу того или того, я думаю, что не совсем корректно. Я себе позволю, вольность, хотите жалуйтесь на меня, я хочу сказать, что если бы вы такое усердие проявили в предыдущие 20 лет, может быть у нас бы и не было потом ситуации, до которой довели предприятие железная дорога, что людям потом по 6, а некоторым и по 9 месяцев не платили заработную плату. Но тогда я вот этих маски, шоу и ночных бдений не наблюдала. Что верно, то верно, но опять-таки с некоторыми вредными агентами мы разобрались, удалили из своей среды и так далее. Опять-таки мы ждем разрешения ситуации, а в целом у нас будут вопросы, почему делается так коряво, как делается, потому что на мой взгляд совершенно коряво и пусть меня переубедят уже конкретными фактами, а во-вторых, там, где надо действовать решительно, я никогда не видел решительных действий, а теперь, если обратно я надену свою шляпу не самого последнего гражданина по степени ответственности, почему-то вот по приватизации Ермолдовы ничего не делается, почему-то по вопросу концессии автовокзалов ничего не делается, да, я это могу сказать... Ну, что-то там проскальзывало по пересмотру, отмене... Ну, я могу так немного... Нет, отмена, то есть административные дела, это другое, да, а вот следствие я могу сказать, что это ни о чем, да, потому что я написал технический отчет для парламентской комиссии, я был как экспертом парламентской комиссии, меня вызвали по этому поводу как свидетелем к следователю всего лишь в апреле 2020 года и все. Вот с тех пор ничего, хотя я им сказал, я могу вам рассказать о больших проблемах процедурных и не только при концессии вокзалов, при приватизации Ермолдова. Чем занимается в следствии, я не знаю, но с какими-то мелочами они находят необходимым прийти с обысками до нас, да, это, по-моему, не очень хорошо, но опять-таки я предпочитаю немного воздерживаться. к следственным органам вчера нас обрадовала наконец-то решением своим апелляционная палата, обрадовала тем, не в том смысле, что дали господину Шуару 15 лет, там как бы как в законе написано, так и давайте, я тут от себя ничего добавить не могу, а тем, что наконец-то за 6 лет это решение было принято. 6 лет оно гонялось туда-сюда, возвращаемся, ой, я уже вчера, на прошлой неделе я обрадовалась вчера. Вот, теперь мой вопрос, вы уже несколько раз вспомнили, скажем так, про небо, а до этого вы написали, опять же, в социальной сети в фейсбуке пост о Кишневском аэропорте о том, что после концессии не так много там на самом деле инвестировалось. Я вот думаю, вы, можно я так фигурально скажу, пытаетесь соскочить с рельсов и обратно в небо, потому что вы раньше все-таки работали больше связанно с авиаситуацией, да, или, может, даже предложения такие уже поступали? Не было ни предложений, ни каких-нибудь идей в сторону аэропорта, но я полагаю, что аэропорт это гораздо менее интересная задача, чем железная дорога, и в плане масштаба, и в плане творчества. В аэропорту все просто. Все гораздо проще, чем в железнодорожном секторе. Там не нужен реаниматор, в аэропорту нужен холодный расчет, здравый ум, простое, компетентное руководство для держать ситуацию в порядке. мое мнение по поводу аэропорта это ответ на всеобщий хор разговоров о том, что государство плохой менеджер и не справится, и все так плохо, все пропало. Я хочу, чтобы мы трезво смотрели на мир. Аэропортом мы управляли плохо, за исключением того, кто управлял залом ожидания. Внутри вокзала красивенько, уютненько, когда речь идет о том, чтобы купить булочку, чашечку кофе или присесть подождать. как вы полосу построили? Ну, тут вопросы, как скажем, но в целом я просто проиллюстрировал, посмотрите на перрон, посмотрите на технологии, я много могу говорить за свои ощущения как пассажира, в целом я хронометрировал, например, сколько у меня займет. В новом вокзале, аэровокзале Истамбула от ворот входа в здание вокзала до ворот выхода в сторону самолета в принципе у меня получалось в интервале 23-25 минут. Если я делаю чек-ин в онлайне, то есть регистрацию онлайн от момента, когда я вхожу в вокзал, вместе с паспортным контролем, вместе со всеми делами 25 минут до бординга. В Кишиневском аэропорту 25 минут не получится никогда. Ну, может быть, когда-нибудь получится. Ну, по крайней мере, это не получалось никогда за последние 4 года, нет, не 4, а 5 лет всегда было побольше. А сейчас с тем патчем, потому что, ну, вход в аэропорт, регистрация, многое без регистрации не пройдешь сразу на паспортный контроль. Ну, в общем, есть свои моменты. И кроме того, не забудем, что, в общем-то, добираться до самолета у нас можно только через автобус, в отличие от... Многих европейских аэропортов, не будем говорить. Как минимум, да. А в целом, речь идет о том, что частная, да я не знаю, даже частная группа, но... Давайте здесь поставим точку, потому что у нас с вами осталось 3 минуты, и я объясню, почему я вам задала этот вопрос. Это не поиск журналиста горячих новостей, да, или какой-то праздный интерес. Так как я просматриваю сообщения в группе железнодорожников Молдовы, то там было буквально вот не одно, но несколько таких. Неспокойно на душе стало, неужели наш высокоуважаемый шеф решил намылить лыжи, если так, то беда. Ну, я не думаю, что беда, с одной стороны. Во-первых... В общем, не хотят они вас отдавать, хотят, чтобы вы остались и довели весь свой план до конца на железной дороге. я не знаю, я не знаю, насколько это можно обобщать, ну, во-первых. Во-вторых, лыжник из меня плохой, в-третьих, о своих намерениях я привык заранее говорить, ну, потому что пытаюсь быть человеком ответственным. Владимир Директор, вы остаетесь на рельсах сейчас, и... Туда не собирался, да. И небо пока вас не тянет. Ну, я давно не работал по гражданской авиации, я не думаю, что в моих планах есть туда вернуться. Конечно, в один прекрасный момент я, наверное, выберу какое-то другое карьерное направление, ну, такого я типа человек, ну, это будет не скоро, и, наверное, это будет связано с кеми-нибудь симпатичными цивилизационными проектами, например, послевоенная реконструкция Украины и устройство новых восточных членов Евросоюза, но посмотрим, потому что на данный момент я полностью сконцентрирован на железных дорогах, это совершенно интересный проект, и я уверен, что много захватывающего можно будет сделать в ближайшие годы. Спасибо большое за то, что вы нашли время принять частью моей программы, наше время сейчас, первая часть программы закончилась, мы ставим не точку здесь, а запятую, мы обязательно встретимся через несколько месяцев по нашей уже сложившейся традиции, и будем говорить о том, что удается дальше с планом, какими проблемами ставкиваемся, а вдруг у нас еще к тому времени и наши компетентные органы сообщат нам по более интересной информации, что это было. Еще раз благодарю Олег Тафилат, генеральный директор предприятия Железной Дороги Молдовы, мы с вами не прощаемся, увидимся в студии через 5 минут после рекламы, будем разговаривать с польским политологом Тадеушем Иваньским. Оставайтесь с нами. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова 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 А.Егорова